Итак, господа, сегодня на повестке дня кручейники. Это разновидность таких деревенских рулетиков, которые я приготовлю из филе индейки. А буду делать это с участием картофеля. Одна часть мне понадобится сырой, а другая – отварной. Поэтому я включу чайник, буду чистить картофель и начну именно с него. Индейка у меня свежайшая. И для того, чтобы блюдо складывалось быстро, правда, начну с картофеля. Итак, включаю конфорку. Возьму корж, возьму пару крупных картофелин, нож. Картофель у меня мытый, мне нужно его почистить. Чтобы он был готовым, я разрежу его на несколько частей, чтобы скорость была высокая. Посолю воду. Именно так картофель становится вкусным, когда варится в подсоленной воде, а не в пресной. Вуаля! И раз, и два, и раз, и два. В ковш. Чайник закипел. Скорость приготовления высочайшая. Варю картофель в большой воде, чтобы кипение не останавливалось. Так. Еще долью сюда водички. Мало ли мне кипяток пригодится впоследствии. Не устану напоминать, что мой кумир и бог кулинарии, Вильям Васильевич Похлебкин, говорил, зайдя на кухню, поставьте кипяток. Это существенно облегчит вам труд. Итак, чищу картофель. Картофель симпатичный. Козявочек в нем смотрю немного. Аккуратненько их вырезаю. Так. Да, две картофельные, думаю, будет достаточно, чтобы продемонстрировать вам порцайку крученников. Все. Картофель отправил. Соль где-то. Можно даже положить лавровый лист. Ну, почему бы и нет. Хуже от этого не бывает. Все мы любим запах лаврового листа с детства. Потому что нянечка в детском садике варила супы, такие как щишки и рассольники, непосредственно с лавровым листом, душистым и черным перцем. Так, все, картофель варится. Результат будет достигнут через 15 минут. Я его буду потом протирать. А сам займусь филе индейки. Смотрите, здесь важно, чтобы вы знали, в какую сторону идут волокна. Это очень важно. Потому что грудка индейки была большой, и разобраться, в какую сторону был сделан срез, бывает невозможно. Тут вот идут волокна вдоль. Так вот, всегда режьте поперек. Для того, чтобы зубки ваши справлялись. Для того, чтобы удобно было отбивать. Так, три кусочка мне на порцию. Более чем достаточно. Молоток, молоток, молоток здесь. Отбивайте филе индейки как можно тоньше. Для того, чтобы не особо рвалось, смазываем доску водой. И начинаю отбивать. Чем тоньше вы отбили, тем легче вам будет завернуть туда начинку. Ну, вот такого вот состояния бумаги достаточно. Первый кусочек. Второй кусочек. Выкладываю перед собой. В природе нет ничего ровного. И куски у меня получаются побольше и поменьше. Формы Африки, формы Италии. Формы Новой Зеландии и формы Франции. Это нормально. Картошка кипит. Приоткрою крышку, уберу кипение с шестерки на четверку. Этого будет достаточно. Итак, господа. Для того, чтобы крюченики у меня залипли, я разобью одно яйцо в мисочку. Залипли. Буду пользоваться яйцом как клеем. Так, вилка мне понадобится. Чик. Так, смешиваю желток с белком. Клей готов. Так. Теперь перчу. Солю. Ой, как сыпется соль у меня из солонки. Все этого достаточно. Теперь мне понадобится бекон. Под рукой у меня сырокопченый. Хотя обожаю варенокопченым пользоваться. Несколько листиков базилика. Это вкусовая нагрузка. Я ее прячу вовнутрь. Как все-таки интересно, вкусно и хорошо понять, когда съедаешь блюдо, а там еще спрятан какой-то вкус. Я здесь еще пользуюсь в этом рецепте обычно любистком, либо шалфеем. То есть очень ароматными травами. Считаю, что этот рецепт просто становится улетным. Если разрешит мне сказать это слово редактор, а то бы так в другой раз сказал бомбажным. От слова бомба. Так. Что еще я хочу положить вовнутрь? Я хочу положить вовнутрь по кусочку бекона. Небольшого. Можно здесь класть кусочек сала для сочности, потому что индейка достаточно постная. Сала под рукой у меня нету, а бекон есть. Чик. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. А теперь закрываем глазки. Малаховский сегодня любимый продукт нашел. Это сюрприз, потому что его я не буду подавать детям. На крученнике я приготовлю еще аджику острую и позволю себе острый перчик положить и вовнутрь каждого свитка. Итак, для чего я взял яйцо? Потому что я хочу, чтобы крученники, так скажем, заклеились. Возьму мисочку, куда я их хочу сложить. И теперь ссыпаю одну сторону мукой. Вот так прям с руки. Это край, где будет залепляться крученник. А здесь мне понадобится капля яйца, которая будет служить клеем. Давай! Вот так. Теперь аккуратненько все сворачиваю и укладываю в миску. Каждый крученник, вы не поверите, пойдет еще в картофель. Мясо будет спрятано со всеми компонентами внутри картофельной массы, которую я сейчас научу вас делать. Все. Вот так вот сворачиваю интеллигентно крученники. Один получается побольше, другой меньше. И укладываю в мисочку в режим ожидания. Отодвигаю это все в сторону. Остается перевернуть доску на овощную сторону, навести марафет, убрать молоточек и продолжу заниматься аджикой и непосредственно рубашкой для крученников. Ну вот, господа, моим крученником, как никогда кстати, будет жгучая аджика. Ее и приготовлю. Возьму помидоры, совсем немножко перчика в чили, вообще, вообще чуть-чуть. Хрен. Помидоры очищаю от кожицы, потому что чешуйки в аджике это некрасиво. Так никто не делает. Удаляю плодоножку, надсекаю крестиком с задней стороны крупные, упругие, мясистые томаты. и смотрите, здесь у меня кипит картофель, я не буду ставить дополнительный ковшик, а отправлю эти помидорины к картофелю, потому что профессионалы поступают именно так. Не надо все захламлять ковшиками и сковородами. Можно кипятком воспользоваться и этим. Возьму шумовку, миску, наберу немного холодной воды, чтобы скинуть помидоры, и кожица отскочит от них. Операция называется бланширование. Вы, наверное, с ней знакомы, кто давно участвует в кухонных процессах и готовке вместе со мной. Пусть они проведут там еще минутку. А я отрезаю у перчика в чили основание, косточки, в которых вся жгучесть ни в коем случае не выкидываю, потому что они у меня пойдут в аджику. Сейчас мне нужно ногу от комбайна, сам комбайн. Чик. Меняем ноги. Проверяем. Вау! Жу-жу! Жу-жу-жу! Жу-жу-жу! Жу-жу! Итак, отправляю перец в чили. Хрен у меня, к сожалению, не свежий, а из банки. Но жгучий. Теперь мне понадобится еще соль. Ложка. Кладу приличное количество соли в аджичку. Это мой такой авторский вариант аджики. Так. Помидоры, ну как вы там, справились со своим желанием сбросить кожицу? Да. По-моему, от перепада температуры она сейчас соскочит. Дай боже, как. Опаньки! Шумовку в раковину. Картошечка, не трогаю тебя. Варись дальше. Отправляю сюда приличную порцию хрена. И зачищаю помидоры от кожи. Делаю это просто руками. Чем агрессивнее температура, так скажем, в ковшике и много воды, то есть кипение не перестает, тем больше вы сохраняете верхний слой помидор. Чем дольше вы держите помидоры в кипятке, тем больше вот этого мяса помидорного уходит в помоечку. Оп! Все. Мисочку в сторону. В раджику еще хорошо добавить маслица. Буквально немножко. Капельку. Кладу столовую ложку масла и насыпаю еще непосредственно сахара. Если помидоры у вас сладкие сегодня лето, сахар необязателен. Но у меня видели такие уже зимние помидорки? Так, картофель закипел снова. Нога где-то. Поехали! ладжики. Такую аджику можно разливать под статаном и просто в качестве соуса запивать блюдо. Потому что текстура ладжики видите достаточно нежная и сейчас айда! бху! О! Ой! Да! Надеюсь, съемочная группа оценит то, что я сейчас натворил вот в этой интересной колбе. Господа, картофель доваривается И мне понадобится еще сырой картофель в этом рецепте. А именно, я очищаю две крупных картофельные снова и буду натирать его на мелкой терке. Мне понадобится, так скажем, картофельное тесто. Это будет гарниром, крученником, в котором я буду прятать мясо. Одна готова. Итак, господа, картофель почищен, очистки в мусор. Снова беру миску, терку и натираю прям туда картофель на мелкой терке. Чем длиннее волосинки вы трете, то есть движение делаете в одну сторону, только вниз по терке, тем крученники получатся качественнее, потому что эти волосинки будут, так скажем, держать блюдо. Оп, с одной я справился. Милый мой режиссер, у тебя красивая борода и усы. Выдерни волосинку и ускорь процесс натирания. Все, смотрите, картофель натерт. Теперь для картофеля надо слегка отжать. Подойду к раковине и отожму с картофеля лишнюю влагу. Она мне в этом рецепте не нужна. Здесь нужно тесто сделать как можно суше. Все, отжималки закончены. Отжималки закончены и теперь начинаются протирушечки. Беру ковш, в котором сварилась картошка, сливаю ее, ставлю на горячую плиту, чтобы обсушилось. Помните, что я положил туда лавровый листик, ему самое место уже в помойке, он выполнил свое дело. Так, картофель обсушен. И теперь из него делаю так называемый дюшес. Дюшесом повара называют картофель с желтками, солью и перцем, подкрашенный куркумой, либо просто живой, не подкрашенный. Потом из такого дюшеса можно лепить башенки, шарики, кракеты, все что угодно. То есть без добавления молока и сливок. То есть комфортная среда для того, чтобы ее с чем-то смешивать и придавать форму. Все, картофель протерт. Я не добиваюсь даже, чтобы он остыл. Беру яйцо, выбиваю к сырому картофелю. Вуаля, где вилка. Добавляю весь протертый отварной картофель к сырому. Все, обметаю ковш. Так. Почему я делаю такую смесь? Потому что если бы я сделал просто сырой картофель, он бы не был таким эффектным и вкусным. Он мог бы держать форму вокруг крученников, но когда он смешан с протертым, уже готовым, горячим, эффект достигается еще больший. Обычно таким образом делают блюда, цепелины, которые варят либо жарят во фритюре. Я крученники буду делать в приличном количестве масла. Ну все, я вроде вот тщательно перемешал. Яйцо для связки есть. Муки добавлять не буду. Надеюсь, не развалится. Мне будет комфортно жарить это в масле. Так, гарнир, в котором я буду прятать крученники, готов. И теперь мне нужно раскалить приличное количество масла. Зажигаю конфорку на полную катушечку. Ставлю сковороду. Наливаю приличное количество масла. И буду ждать, пока оно раскалится. Этого мало. Выливаю еще. Буй-буй-буй-буй-буй-буй-буй-буй-буй-буй-буй-буй-буй-буй-буй. Так. Крученники можно довести на самом деле и в масле. То есть обжаривая их потихоньку, ворочая шумовкой, чтобы тепло дошло и приготовила индейку. Потому что индейка, она готовится практически мгновенно. Масло уже раскалилось. Проверить это элементарно. Кусочек картофельного теста вот так отправляем. Если видите, уже начинает жариться, все, работать можно. Наливаю немножко воды для того, чтобы смачивать руки. И сейчас ответственный процесс. Беру небольшое количество картофельного теста, сворачиваю из него котлету. И вовнутрь стараюсь спрятать полностью мясо. Со всех сторон, чтобы... Вот, маловато. Возьму еще чуть-чуть картофельного теста. Подлеплю его, так скажем, еще вот здесь. Если у вас остался какой-то промежуток, ну, не страшно. Но старайтесь сделать вот такую вот форму, как делают повара киевские котлеты, и отправить непосредственно на сковороду. Масло хорошее, доброе, раскаленное. Стараюсь лепить котлеты быстро. Следующий крученник прячу вовнутрь. Вот таким вот образом прячу еще один крученник в картофельной рубахе. Так, так-да-да-да. Ах, липнет картошка. Липнет, 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 липнет. Крученник я не готовлю каждый день. Ну и, конечно же, здесь нужен определенный навык, чтобы получалось качественно. Руки сейчас сполосну, а то все у меня в картофельном тесте. И добьюсь того, что третий еще отправлю в сковороду. Беру опять приличное количество картофельного так называемого теста и снова прячу вовнутрь мясо. Так. О, здесь мясистая такая котлета у меня получилась большая. Ну, давай, Малаховский. Показывай, как это делается вкусно. Если у вас после того, как вы приготовили несколько крученников, осталось картофельное тесто, знайте, что оно не темнеет в холодильнике еще сутки, потому что я его быстро натер. Картофель сырой не успел потемнеть. Я добавил яйцо и отварной картофель. Так скажем, дал рубашку сырому. И можно им пользоваться потом и дальше. Если у вас не осталось мяса, то просто пожарьте себе такие драники-картопляники на сковороде. Ну что, прибираюсь здесь чуть-чуть. И мне надо подготовиться к тому, что называется отправкой в духовку. Когда кладем много продукта, обязательно масло теряет в температуре. Здесь сейчас хорошее кипение масла, как во фритюре. Помните, как при жарке картофеля фри. Значит, температура больше 170 градусов. Вот мне такая и нужна. Я добьюсь того, чтобы крученники просто стали румяные. Но индейка внутри может оставаться и сырой. Я отправлю на противне индейку в духовку еще на 5-7 минут, и потом буду подавать с саджичкой. Итак, господа, вот посмотрите, я попереворачивал крученники в кипящем масле, и бока уже подрумянились. Я беру лопатку, противень. И для пущей, так скажем, справедливости, я хочу отправить эти прекрасные крученники еще в духовку, для того, чтобы тепло дошло до индейки, и она приготовилась. Ах, такой котлетки диетической, мне кажется, одной хватает даже такому мужчине, как я. Господа, крученники проведут еще в духовке минут 10-12, не меньше, и потом я их буду подавать. Господа, все, 10-12 минут проведут крученники в духовке на температуре 200 градусов. Тепло дойдет до индейки, она будет сочной, и я поддам это все саджикой. Итак, господа, прошло 12 минут, крученники подрумянились. Я уверен, что индейка внутри готова, буду подавать. Опаньки! Запах стоит на всю кухню. Возьму большую тарелку. А-а-а! Аджики вам мало? Ну, сейчас посмотрим. Выливаю совсем чуть-чуть аджики, как для себя, в тарелку. Возьму лопатку и катастрофически приятным образом искупаю эти шикарные крученники в океане из аджики. Я, мне кажется, специально так сделал, чтобы съемочная группа не смогла их в рот взять, потому что аджика получилась достаточно острой. И сейчас я такие приветы с помощью свежих листьев салата передаю, что найдется ли смельчак попробовать вкуснейшее блюдо, в котором спрятана индейка, вот с таким салатиком. И еще помните, я прятал вовнутрь базилик. Так вот, я здесь адресую послание через маленькие листики, что он там внутри имеется. Окей? Ну что, а я хочу рассказать, как я его готовил. Я очистил две крупных картофельные и поставил их варить в ковшике в подсоленном кипятке. Положил соль и лавровый лист. Картофель сварился, я его протер непосредственно толкушкой. Смешал с натертым сырым картофелем, добавил яйцо. Это у меня получилось картофельное тесто. Грудку индейки отрезал кусочками и отбил три кусочка до состояния бумаги. Положил вовнутрь базилик, чили и немножко бекона. Свернул и закрепил это все мукой и смешанным яйцом, чтобы они не разворачивались. Оставил пока подышать. Потом я сделал аджику, взял, снял кожицу с помидор с помощью бланжирования через кипяток и взбил с хреном и чили. Положил немного масла и соли. Аджика получилась острой. Картофельное тесто выложил на ладошку сверху мякоть индейки и запанировал, как киевские котлеты. Обжарил в большом количестве жира, отправил в духовку на 12 минут. Теперь это все купается в океане аджики на тарелке. Украсил свежими листиками салата. Вы, наверное, чувствуете, это блюдо мое любимое. Повторяйте этот несложный рецепт постоянно и делайте так, и никак иначе. Субтитры подогнал «Симон»